Всем привет и сегодня покажу вам как выиграть новую машину в GetOnline, которую поставили на подиум и покрутив колесо удачи мы сможем ее получить абсолютно бесплатно. Это автомобиль той же марки, которая выходила в прошлый раз, но он сегодня чуть дешевле, потому что на сайте продажи данных автомобилей он стоит всего 795 тысяч. Но я думаю, что мы эти деньги сэкономим с вами и покрутим колесо удачи и выиграем ее бесплатно. И на этот раз тайм-код составляет 2,3 секунды и для того, чтобы ее выиграть, просто подходите к колесу, когда появляется уведомление покрутить колесо, отсчитывайте 2,3 секунды и нажимаете крутить. И таким образом вы сможете ее получить бесплатно. А я напомню, что я это делаю в сессии по приглашениям и если у меня не получается с первого раза выиграть данный автомобиль, я просто отключаю интернет, но не после того, как нам засчитается какой-то приз. И могу использовать попытку прокрута несколько раз. И таким образом примерно за 10 минут я выиграл данный автомобиль. Автомобиль мы с вами получили, ну и теперь давайте перейдем к его обзору. Сам по себе автомобиль едет и рулится довольно-таки неплохо и максимальной скорости здесь в принципе достаточно для того, чтобы погонять по городу. Но я думаю, что по шоссе этого будет немножко маловато и есть много его конкурентов, с которыми он не сможет справиться. А так управление, тормоза очень довольно-таки неплохие. Но я думаю, что всем будет интересно, насколько сильно это все поменяет тюнинг и что именно он сможет у нас изменить. Поэтому прямо сейчас я направлюсь в Лосантос Кастомс. Итак, ребята, я поставлю максимальную броню, как всегда. Потом есть у нас модификация кузова. Это заказные боковые отверстия. Дальше у нас максимально ставим тормоза. Потом передний бампер, который здесь только один карбоновый. Так же само и с задним бампером, он карбоновый. Дальше максимальный двигатель и глушителей здесь только два. Я поставлю тоже самые дорогие. Потом, как обычно, фары поставим за 50 тысяч и неоновые наборы. Тоже все ставим на максимум. Ну и дальше номера, как бы желтые на черном. Ну и окраска. Сам по себе только основной цвет вы сможете поменять, но есть модификации металлик, металл или перламутровый. На ваш вкус. Мне же больше всего нравится обычный металлик, поэтому я поставлю на такой, так сказать, можно даже лаймовый. Или даже такой светло-зеленый. Дополнительного цвета здесь, к сожалению, нету. Ну и потом пороги. Тоже у нас карбоновые пороги. И, конечно же, один спойлер, тоже карбоновый. Подвеску ставим на самый минимум, как всегда на фулл тюнинг. Трансмиссию на максимум. Турбонадув тоже на максимум. Ну и насчет самих колес. Колеса стандартные здесь немного большие. Если посмотреть сбоку, то они как будто из нее выпирают. Ну а обычный, я думаю, что смотрится довольно-таки неплохо. Но в то же время, если была бы возможность немножко увеличить радиус, то было бы тоже неплохо. Их я тоже перекрасил на черный цвет и поставил остальные модификации. И последняя модификация, это модификация тонировки стекла, которые я тоже поставил на максимум. Ну и у нас получилось сделать такой весьма интересный автомобиль. Яркий, так сказать. И на весь тюнинг у нас ушло примерно на 400 тысяч. Но я не могу сказать, что у нас сильно что-то поменялось, потому что тюнинга на данном автомобиле очень мало. И хотелось бы чего-то больше, чтобы был больше выбор. Но сейчас давайте протестируем ее после тюнинга. По сути, разгоны и управление осталось так же. Не могу сказать, что что-то сильно там поменялось. При том, что спойлер мы тоже с вами заменили. Но максимальная скорость чуть-чуть увеличилась. Ну и конечно же добавились новенькие отстрелы из выхлопных. Опять-таки, если была бы какая-нибудь гонка, то вряд ли бы я выбрал данный автомобиль. Сам по себе он неплох, но честно говоря, он довольно-таки старенький. Потому что он еще из первых обновлений GTA Online. И конкурировать с новыми автомобилями вряд ли он сможет. Поэтому давайте отправим его в нашу коллекцию выигранных спорткаров. А на этом у меня все. Если вам понравилось данное видео, подписывайтесь на канал. Не забывайте ставить лайк за то, что выходит данная рубрика. Всем спасибо за просмотр. И до свидания. Всего хорошего.